Привет, меня зовут Антон и это все еще канал Яхта на Колесах. Мы с вами не знакомы, но я давно нахожусь по другую сторону камеры и постепенно вдохновлялся духом караванинга, а также читал ваши комментарии, и у меня накопился целый ряд ответов на ваши вопросы. И сегодня мы попробуем разобрать часть из них на примере прицепа Adria Viva 360 DK. Adria Viva – самый компактный прицеп. Его вес всего 750 кг, вам не нужна дополнительная категория, и прицепить вы его можете к самой маленькой машине, какой-нибудь Deo Matisse, и поехать. Одновременно он самый бюджетный. Но в комментариях к прошлому ролику нам возразили, миллион триста, разве это бюджетный? Я за эти деньги квартиру возьму. Ну, наверное, да, но вряд ли в Москве и даже в ближнем Подмосковье, и будешь каждый день из окна наблюдать один и тот же вид. Караванин – не про это. Караванин – скорее про движение, про свободу, и поэтому, говоря о ценах, было бы логично сравнивать автодом или прицеп с ценами на автомобиль. А согласитесь, ну, цены на автомобиль в районе миллиона рублей – это, ну, не такие огромные цифры. Поэтому мне кажется этот разговор странным. С движением разобрались, теперь про свободу. Караванинг – это не про то, откуда ты смотришь, это про то, куда ты смотришь. Покупая автодом или прицеп, вы не покупаете себе жилое пространство, в котором будете находиться 365 дней в году. Вы покупаете виды, которые находятся за окном. И это может быть любая точка мира. А также у вас будут минимальные удобства для жизни в это время. То есть, например, вот здесь, в Адреа Вива, у вас уже будет газовая плита, мойка, также вот холодильник. Это тот какой-то минимальный набор опций, который необходим каждому человеку, чтобы просто проснуться и чувствовать себя комфортно. Но путешествие – это всегда какая-то компания. И, соответственно, мы путешествуем не одни, и чем нас больше, тем для нас это, как правило, дешевле, интереснее и комфортнее такое времяпрепровождение. Адреа Вива – очень маленький прицеп. Но, несмотря на это, в ней аж 5 спальных мест. То есть, у нас вот здесь 3 полки. Это полноценные такие места. Ну, как сказать полноценные? 70 килограмм на максимальная нагрузка. Но, в принципе, большинство людей могут лечь на эти две верхние полки, а на нижние нагрузка не ограничена. Также у нас есть большая двухспальная кровать в столовой группе. И, соответственно, таким образом здесь размещаются 5 человек. Следующая наша бытовая потребность, кроме сна, это, конечно же, еда. И кровать с легкостью трансформируется вот в такую достаточно просторную столовую группу. Я уверен, что 5 человек, и, возможно, там есть плотнее сесть и 6, здесь легко разместятся. Спят здесь 5 человек, в легковой машине едут 5 человек. И едят тоже без проблем 5 человек. Как я уже сказал, здесь есть кухня, холодильник. Вот эта потребность для нас закрыта. Путешествие вперед. Многие говорят, что за эти деньги я могу купить б.у. прицеп, там, вернее, в три раза там дешевле. Да, можно, но прицеп такая штука достаточно, как сказать, хрупкая и требует бережной эксплуатации. Когда этот прицеп вы берете новым, вы знаете, как вы его эксплуатируете. Если вы берете б.у. прицеп, возможно, кто-то его таскал по бездорожью, бил обо все, чего делать не стоит. И вы возьмете б.у. прицеп, в три раза дешевле. Да, и, возможно, вы доедете на нем 200-300 километров, и у вас отклеится стена или что-то еще произойдет. Еще немного о бытовом комфорте. Несмотря на очень компактные размеры, здесь у нас разместился весьма большой шкаф. И, конечно же, печка. Это печка Трума с электроподжигом, газовая. И, соответственно, зимой, даже зимой, вы можете жить в этом прицепе, сушить здесь какое-то горнолыжное оборудование, если вы вдруг приехали на нем, и так далее. Холодильник. Хочу вернуться к нему. Он тоже имеет возможность работать от газа, от 12 вольт и от 220. То есть, если вы в кемпинге подключили холодильник к сети, он у вас будет работать от сети кемпинга. Но также вы можете портативно его использовать от газа. Снова возвращаемся к естественным потребностям. Туалет и душ. На удивление, в таком маленьком прицепе, я вот реально удивлен по сравнению с Венами, это огромный туалет и душ. То есть, здесь реально много места. Вот я стою, у меня вот руки в бока тут умещаются. За мной раковина. Здесь туалет Тетфорд с электрическим смывом. И, то есть, здесь огромная кабина. Это практически душевая кабина, которую ставят в квартирах. Здесь можно мыться, чистить зубы. Тут отличная полочка еще есть, в которой можно что-то хранить. И оно никуда не попадает, потому что здесь вот такое ограничение у нас присутствует. Смотрите, какая красота. Ну, мне кажется, это того стоит. Все ваши кемпинговые стулья, столы легко здесь разместятся. Ну и, конечно же, здесь располагается у нас газовый баллон. Он прячется за вот этим кожухом. И здесь, конечно, есть вентиляция. О безопасности здесь вообще тоже подумали. Все предусмотрено. Соответственно, если возникает какая-то вдруг утечка газа, он легко отсюда выветривается, нигде не накапливается, и багажное отделение у вас не разорвет вместе со всем прицепом. От газа, как я уже сказал, работает и холодильник, и отопление. Также, говоря о безопасности, это ручной тормоз и вообще рама алка. Это очень хорошее качество. И, собственно говоря, система пассивных тормозов. То есть, когда тягач сбрасывает скорость, энергия передается на дышло, нажимается специальный механизм, и прицеп тоже тормозит. Что можно сказать по итогу? Мы имеем замечательно жилое пространство со всеми удобствами в любой точке мира, с любым видом, с замечательным солнцем за окном, когда мы это захотим. В принципе, по цене набора опций от дешевой комплектации до дорогой к любому автомобилю, даже не премиального, а какого-то среднего класса. Поэтому, если вы будете смыслить об этом как о движении, как о выборе транспортного средства и какого-то дополнения к нему, мне кажется, вот такой прицеп Adria Viva 360 DK может стать отличным началом для вашего личного караванинга. Меня зовут Антон, это был канал Яхты на колесах. Подписывайтесь, вас ждет много всего нового. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!